Всем привет и добро пожаловать в новое видео! Я иду под зонтом, погода у нас не очень. Настроение сам себе не создашь, никто тебе его не создаст. Ку-ку! Поэтому мы идем покупать десерты в буланджери, да. Покажу вам в этом видео свои любимые десерты. Поэтому погнали! И, кстати, да, если вы не заметили, то... О, да! Я иду без маски, потому что у нас на улице теперь можно маски не носить. Юпи! Радости, конечно, предела нет. Смотрите, у кого-то на балконе прям как круто цветет. По-моему, это жасмин. Обалдеть! Роскошные кусты лаванды. И розочки уже отцветают. Кстати, я так до сих пор не ездила на Вилибе. Надо как-нибудь устроить экскурсию. Если вы не знаете, как выбрать буланджери, вот смотрите, где стоит куча местных, значит, туда надо идти. И всегда смотрите, чтобы на буланджери было написано артизаналь, потому что меня многие спрашивают, как же выбрать хороший буланджери. Смотрите, какая тут вишня. Черешня. А багеты прям хрустящие, такие прям горячие, еще я и держу. Даже немножко жарко от них. КОНЕЦ 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 Ну что, давайте посмотрим, что уже мы все-таки купили. Вот такая вот красотища. Здесь 7 десертов. А, значит, Мильфею, Сент-Оннерей. Не помню, как называется. Но шоколадный, по-моему, это Трианон. Потом муссовый тортик вот такой вот с малиной. Париж-Брест. Тарталетка с малиной. И эклер с кофе. И нет, это не все мне. И не все мы с вами будем пробовать, потому что эклер с кофе взял муж, тарталетку с малиной взял сын. Так что от этих двух десертов я отпиливать кусочки не буду. Ну а вот эти вот 5 мы с вами идем пробовать. Так, ну что, я готова пробовать. Здесь у меня вот это вот коробище с десертами. Так, с чего бы начать? Давайте мы с вами начнем с самого, наверное, известного. Это будет Париж-Брест. Кстати говоря, хотела сказать, что мне сложно их будет ранжировать от более любимого к менее любимому. Поэтому мы это все делаем в случайном порядке. Вот я просто решила начать, наверное, с, пожалуй, самого известного. Это вот такое вот пирожное, которое называется Париж-Брест. Я уже несколько раз вам его точно показывала. Вот в такой форме колеса. В форме кругленькой, в форме шарика. И может быть еще даже в какой-то, может быть даже в подолговатой. Не помню точно, но сегодня у нас вот такая вот самая-самая традиционная форма. Считается, что Париж-Брест сделан в форме велосипедного колеса, потому что его сделали для велосипедной гонки Париж-Брест-Париж. Кстати говоря, сейчас буквально начался Tour de France, поэтому вообще очень даже в велосипедную тему, мне кажется, мы с вами попадаем. Ну а состоит это пирожное из двух слоев заварного теста, между которыми нежный-нежный мусс, такой крем-пралине. Ну а сверху обязательно здесь кусочки миндаля и сахарная пудра. Некоторые, правда, говорят, что изначально этот десерт существовал в форме эклера или в такой форме овальной, что ли. И также говорят то, что это референс все-таки не к колесу велосипеда, а, например, к венку из листьев лавра, которым, собственно говоря, венчали победителя. Много есть всяких версий. И, кстати, где-то я, кажется, слышала версию про поезд Париж-Брест, но все-таки признанное на настоящий момент это то, что, да, его изобрели в начале 20 века и именно вот как раз для гонки Париж-Брест-Париж. Кстати говоря, по опросам это один из наиболее любимых французами десертов. Вот так вот. Давайте пробовать. Я себе тут положила ложечку, но, кажется, я буду есть без нее. Так, мне кажется, будет удобнее, потому что, если я начну это есть ложкой, ну, просто сами посмотрите. Мне кажется, оно просто размажется везде здесь по моей досочке. Ну, что ж, не сильно большой сюрприз, конечно, то, что это мега-мега вкусно. Я обожаю этот десерт, хотя я же вам показываю в этом видео все свои любимые десерты, точнее, не все, но случайные пять, скажем так, которые я увидела в буллинжери. И было бы странно, если бы один из этих десертов был каким-то... Хотя... Хотя, а если вдруг такое бывает иногда, они испортили какой-то из десертов? Вот, посмотрим, будет такой небольшой саспенс. Я надеюсь, что все-таки все десерты будут вкусные, но, тем не менее, Париж-Брест я обожаю. Очень нежно, очень воздушно. Если вы не любите десерты, которые падают вам комком в желудок, и потом там еще напоминают о себе следующие часов так... Я вам очень советую попробовать Париж-Брест, потому что действительно это супер-супер легкий десерт. Ну и потом, представьте себе, посредине пирожного все-таки дырка, поэтому не такое уж оно и плотное. Здесь так жарко от света, я надеюсь, что мои десерты здесь не поплывут. Следующий наш с вами лот, это вот такой вот десерт, который по-французски называется Мильфей. Или по-русски, по-моему, я тоже видела, в меню пишут Мильфей. Ну, а если переводить, это получается Тысячеслойник, Тысячелистник. В общем, по сути, это вот такой вот слоеный торт. Нечто вроде Наполеона, но на самом деле вообще абсолютно отличающийся. Как по вкусу, так и по приготовлению. Наверное, единственное, что их объединяет, это то, что здесь много слоев. Но, правда, в Мильфей их этих слоев 730. Это в классическом рецепте. А еще, представьте себе, есть рецепт Мильфея, в котором две тысячи слоев. Просто две тысячи слоев. Мильфей у меня сегодня необычный, он клубничный. И, посмотрите, это Мильфей, который повернут навык, скажем так. То есть, обычно он стоит вот так, и слои идут горизонтально. А здесь слои вертикально. Можно было бы, конечно, взять традиционный, но что-то я от него подустала. И решила, что вот такой вот выглядит привлекательнее. И хочу я клубничный сегодня. Классический Мильфей я вам сейчас покажу вот здесь на экране. И да, обычно у него сверху все-таки белая такая глазурь. С шоколадным, таким красивым, волнистым рисунком. Это, кстати, пожалуй, один из самых старых французских десертов, потому что создали его еще в середине 17 века. Ну, а самый классический рецепт уже так застолбили в 19-м. Но до этого его тоже продолжали готовить. Ну что, вот так Мильфей выглядит в разрезе. Смотрите, здесь есть два вот таких слоя теста слоеного. Посрединке кондитерский крем. И даже, смотрите, есть кусочки клубники тоже в середине в креме. У, здесь еще есть вот такой вот слой конфитюра клубничного внизу. Я его даже сначала и не заметила. Давайте пробовать. Восхитительно! Восхитительно! Если у вас будет выбор брать обычный Мильфей или клубничный, берите клубничный. Он в разы вкуснее. Просто потому, что, мне кажется, свежие ягоды, фрукты всегда придают десертам какую-то такую невероятную, опять же, легкость. Какую-то вот нотку такую сочности. И такую даже, может быть, небольшую, но не то чтобы кислинку, но какой-то такой интерес во вкус приносит. Не просто что-то сладкое, а вот еще и фруктовое. Я такое обожаю, точнее, ягодное. Следующий десерт, который мы с вами попробуем, это вот такой вот трианон. Это шоколадный десерт. Еще он называется хуаяль. И пробуем мы его сейчас с вами, потому что он просто безбожно тает. Хотя вы видели, что у нас на улице погода, ну, мягко говоря, не очень, но при этом все равно очень тепло. И дома вообще жарко, под софитами-то тем более. Итак, торт трианон, или, как его еще называют, хуаяль, то есть королевский. Если присмотреться, то видно, что он состоит из трех таких вот слоев. Поэтому, собственно говоря, трианон. Вверху более муссовый шоколад, потом более плотный какой-то коржик, и внизу уже, соответственно, тесто. Ну, а вверху часто делают у него вот такие вот волны. Тоже, смотрите, три складочки трианона. Так, давайте разрезать. Я не уверена, какие там слои точно, потому что рецепты бывают разные, но слоев точно три. То есть они немножко разной консистенции, но неизменно это все шоколадное. И внизу всегда тесто. И даже, посмотрите, последний слой внизу покрыт шоколадом. Этот тортик однозначно для любителей шоколада, да-да, но при этом, те, кто не очень любит, опять же, шоколадные десерты, которые такие супер, ух, тяжелые, не переживайте, потому что это пирожное очень и очень легкое. Итак, сверху здесь очень легкий такой крем-мусс шоколадный. Потом идет слой, мне кажется, это пралине. И оно, что самое интересное, хрустящее. То есть это еще не только три разных слоя по немножко цвету, по оттенку, да, немножко по вкусу, но еще и по текстуре, потому что второй слой реально хрустит, там такие хрустящие какие-то кусочки. Ну и последнее, это просто тесто, его особо не чувствуется. И посмотрите, насколько много мусса, опять же, чуть-чуть потом вот этот вот хрустящий слой, а теста совсем-совсем немного, поэтому он такой легкий. Я уже наелась даже теми маленькими кусочками, но мы с вами продолжаем. У нас с вами еще два десерта. И следующий это будет вот такой вот муссовый малиновый тортик сверху с ягодами и с какими-то орешками. На самом деле, я не уверена, есть ли у этого тортика точное название. Я бы не сказала, что это какой-то, наверное, супер классический рецепт. Но, тем не менее, подобного вида пирожный вы встретите абсолютно в каждой кондитерской во Франции. Вообще, нужно сказать, что французы очень любят всякие вот такие вот муссовые, йогуртовые печенья и тортики. И большинство, наверное, тортиков, которые вы встретите в буланжере, они вот как раз будут подобного типа. В основном, конечно, их любят за легкость, за ягодный вкус. И я вам скажу, что я с французами по этим пунктам абсолютно согласна. Давайте разрежем его, потому что он уже конкретно тает. А еще именно это пирожное с секретом. То есть, кроме малинового мусса вокруг, внутри еще есть крем из манго и еще прослоечка маракуйи. Вот здесь хорошо видно как раз малиновый мусс. Вот это вот крем манго, здесь крем из маракуйи, еще есть такая хрустящая прослоечка. Ну и внизу тоненький-тоненький кусочек теста, чтобы все это как-то держалось и не разваливалось. Ах да, вокруг еще ягодная глазурь, сверху ягоды и кусочки орехов. Вот для него мне как раз понадобится ложечка, потому что руками такое есть. Ну, вы сами понимаете, что это немножко опасно. Как будто съел какое-то райское малиновое облачко. Настолько вкусно, настолько легко. Самый, пожалуй, легкий по консистенции и по ощущениям десерт, это вот как раз муссовый десерт. Мне кажется, это идеальный десерт для какого-нибудь супердолгого застолья, когда все сидят, а французы всегда очень долго сидят, прям часов по пять. И вот очень хорошо на десерт в конце съесть что-нибудь вот такое. Не какой-нибудь шоколадный такой бух, а именно вот что-нибудь такое очень легкое, муссовое, как приятное завершение очень вкусной трапезы. Ну что, и последний десерт, который у нас с вами остался, потому что, да, я все-таки не могу съесть всю баланжери за раз. И вы видите, что я все-таки отрезаю такие небольшие кусочки от каждого десерта, потому что, ну, если честно, съесть пять таких десертов сразу, это, хух, это, я не знаю, нужно иметь какую-то суперогромную мотивацию и, наверное, не менее огромный желудок. Это не мой случай. К сожалению или к счастью, не знаю, но мне такое не под силу. Но не забывайте, что я всегда принимаю заказы, так сказать. То есть, если вы хотите, чтобы я попробовала какой-то французский десерт, например, вы о нем много слышали, просто мечтаете его попробовать, но, например, или у вас пока не было возможности, или, может быть, вы пробовали, но скучаете по нему, или хотели бы видеть какой-то вариант. В общем, если у вас есть какие-то пожелания по десертам, то обязательно пишите, оставляйте их внизу в комментариях, и я обязательно куплю и попробую на видео. Ну, а последнее наше пирожное очень символично. Это пирожное, которое называется Saint-Honoré. Почему символично? Да потому что, во-первых, я сижу, снимаю видео в Париже, а создан был этот десерт именно парижским кондитерским, по тиске которого располагалась на улице Saint-Honoré, то есть, это самый-самый центр Парижа. Но назвал он свой десерт Saint-Honoré не только, скорее всего, и не столько в честь улицы, на которой была расположена его кондитерская, а в честь святого покровителя всех булочников и кондитеров. Да, представьте себе Saint-Honoré. Не очень уверена, как это произносится по-русски. Святой гонорий, возможно, звучит как-то не очень. Но, в общем, да, именно этот святой является покровителем всех представителей этой прекрасной сладкой профессии. Так вот, в честь него и назван этот десерт. Десерт абсолютно восхитительный. Этой весной я вам показывала его в варианте от Cidrico Gralé, и это было просто невероятно восхитительно. Но, конечно, цены у Cidrico Gralé не такие, как в Болонжери. Вот этот десерт стоит где-то около 5 евро, ну, а у Cidrico Gralé, конечно, это будет минимум раза в три дороже. Поэтому в любой Болонжери можно тоже купить этот десерт. Ну, а состоит он из нескольких пирожных, скажем так, из заварного теста. Внизу всегда есть вот такой вот довольно большой широкий слой, и на него сверху делается крем Chantilly, то есть это взбитый такой получается крем, и маленькие вот такие вот еще штучки, вот такие вот шарики, в которых тоже должен быть крем, который сверху еще, посмотрите, покрытый карамелью. По моему мнению, этот десерт выглядит просто восхитительно, и давайте его пробовать, какой он будет на вкус. Крема здесь, конечно, невероятно много. Но крем суперлегкий, невероятно. Даже вот такое вот количество крема, смотрите, это почти весь десерт. Несмотря на это, он тоже очень легкий, потому что крем, собственно, сам по себе невероятно воздушный. А как круто хрустит карамель! А еще знаете, какой огромный плюс у этого десерта? Я думаю, что зрители, которые смотрят меня постоянно, они знают, что я не очень люблю супер сладкий приторный десерт. Так вот, этот десерт, несмотря на то, что вроде бы здесь и карамель, и, ну, в принципе, тесто довольно само по себе сладкое, заварное, все равно там есть сахар, да? И столько крема, несмотря на это, десерт не приторно сладкий, и вообще в нем не чувствуется чего-то такого вот сахарного, супер какого-то приторного, абсолютно нет. Очень-очень легкий, опять же, несмотря на количество крема, при этом не мега-убер-сладкий, так что, да, очень люблю Санта-Нурай тоже. Вот такой вот у нас сегодня с вами получился набор пирожных. Вот здесь прячется Париж-Брест. Я не хочу слишком сильно наклонять, чтобы все эти пирожные не оказались вот здесь у меня на столе. Ну, в общем, да, роскошь, конечно же, невероятная, просто восхитительно вкусно. Все это я рекомендую. Опять же, на всякий случай повторяю, что заходите обязательно в буланжери, в которых написано «Артизаналь», «Буланжери патиссери», потому что иначе вы рискуете нарваться на индустриальные замороженные десерты. И, ну, вообще-то это тоже иногда бывает вкусно, но лучше все-таки вот что-то такое свежее, вкусное. С пылу с жару, хотела сказать, но это не совсем, конечно, с пылу с жару. Это все-таки не пирожки. Обязательно поделитесь в комментариях, какой у вас самый любимый десерт. Он не обязательно должен быть французским, но если французский, это просто плюс 100 баллов сразу же. Ну, а может быть, какой-то французский десерт, который вам еще не удалось попробовать, но вы очень и очень хотите. Ну что, на сегодня тогда это будет все. Я побежала убирать в холодильник всю эту роскошь, пока она абсолютно здесь не растаяла. И да, я говорю вам на сегодня пока, и до встречи в следующем видео совсем скоро на этом же канале. Пока! Всем, кто поставил лайк и подписался, виртуальные обнимашки. Люблю!